Я что приехал, попросил замерить кухню нашу. Вот здесь вот. Ты опять стряпню устроил? Да, хлебушек то надо кушать. Ну если еще не успеем, так съесть с собой уберем. Ну и замерили, 3,37, кажется ширина и длина 4,40. Ну еще получается то 14 квадратных метров, вот у нас дверь на улице. Ну вот приехал посмотреть, какая причина. Там в 14 где живем, комната. Это кухня. Тут видишь все, мешки разные висят. Печка место много занимает, длинная, она на две плиты до котел. Вот. Холодильники, камеры, тут такой вот большой, стол такой здоровый. Видимо вот это все скрашивает. Пространство фактически остается небольшое. посередке-то вот ходим. Тут железная плита у меня, корабельная. Я как на корабле хожу. Вот он иди. Окажется, Витя Плеханов нас одарил так. Все, корабельник. Не отключен еще? Нет, я еще не отключен. А? Потом заберем, когда все. Ну ладно. Никита, это где? Там делает. А что делает? Теле забивает. Теле забивает. Посмотрю, вот я проверил, взял метр, получилось как раз правильно. Вот сегодня уже 16 октября. О, Никита. А что ты делаешь? Закалачь людовскими дверьми. Ну покажи, где ты закалачишь. Сейчас, сейчас. Носки вот нашел тут. Ну давай. Вот я вчера говорил, что поедет Володя туда. Сейчас вот посмотрел. Он говорит, найду работу занятость. Видишь, у нас тут вышка. То все-таки я менее занятый и менее тут нужен. Поэтому полезнее мне было поехать, наверное, отвезти. Самые основные продукты в город. Вот как все облетело. Тополя, кельи, песочница. Никого нету. Я пойду, когда на берег. Волны темные. Никого нету. Я начинаю. Куда вы делись, ширшики мои? О, это уже к закату идет. Пять часов почти. Это что у нас? Это пекарня. Володя сейчас готовит. Хлеб стряпает. Ребята все сами делают. О, пожалуйста. Видишь, у него ручка. Ой, там у него горит. Вторая. Вторая тут сегодня у него не топится. Весного мы приехали первым делом. Взял алюминием обшитые полки. А тут у них ящик недоступный для мышей. Железное. Изнутри железо все такое, как облитое каким-то паранитом. Вот к сдаче готовим. На зиму деревенским смотреть. Каждый год тут пакостили люди. А сейчас, бог милый, тишина. Вот кеви. Хотя бы по одной палке. Никита тут. Ты до конца забиваешься? Да? Ну да. Гвозди до конца. Вырвите потом. Да так, чтобы хоть ветер не открыл. Так-то вроде никого нет. Вот он. Там оно слабо, но как-то и вбил. Крё. Накрест. Вот тогда несколько. Еще слабо-то. Лишь бы ветер не открыл. Такая интересная береза тут. Прямо на территории лагеря. Вот она идет. Красавица. Берез много. Насажены. Вот это качели. Столб совсем плохой. Надо менять. Вот окрестности. Вот эти. Роща там березовая. Тоже все облетело. А мы сидим здесь. Заплатили за доски. Чуть не в четыре раза дороже. Хороший, чтобы лес был обрезной. Шестьдесят девять досок по шесть метров сороковка. Четыре сантиметра толщина. Нету. Им туда не везут. Широкий лес. Толстый. И мы не можем закончить работу. А нам нужно здесь сорок одна доска хотя бы. А должны сорок. Где все оплатили. И машину, и все. Звонит Алеша. Устинов нету. Нету. Щебень заплатили. Двести тридцать семь тысяч отдали. Ни одного камушка привезти не могут. И мы сидим. Потому что наша работа. Не сидим, а работаем. Кто может. Я вот сегодня черноплотки набрал. Полтора ведра. В такое-то время. Ветру там все отбило нету. А из-под ветра там есть. Ну и два куста. Вот хожу показать. Какие у нас тут теперь кельи. Вот. Сейчас закидали-то. А что так много земли-то? Зачем, Никита? Так надо. А кто это сказал? Мы с Володей так сделали. Да хотя бы даже этого не было. А то виноград так закрыли. Ну, по всем правилам. Не знаю. А у нас просто там накрываем и все. А тут и доски, потом клеенка. А, потом картон, потом клеенка. И сверху землей. Чтоб не застыл-то. Не знаю. Не знаю. Ладно ли это. Не сгниет ли он у вас там. Без доступа воздуха. Я просто спрашиваю, не командую. Какую траншею выкопали. Ее тут не было. Она потом... Володь говорит, обратно потом земля. Она засыпается туда вот эта вся. Половина сюда, половина туда. Ну, уравнивает. Нет, это не будет так. Так уж здесь уже место испорчено. Никогда этого не было. Сколько лет тут виноград. С чего это вас тут так напужало? Вот детский православный трудовой лагерь. Ох, боком положу. Щит. У-у-у, какой щит огромный. Не там есть, а с фотографией. А это вещевой называется. Большой зал. Людей нынче было больше. Тут обедали. Вот доски надо снимать, прятать. Теперь вот только одни столбушки стоят. Это вот столы были. Вот оно по порядку. Столы. А это скамейки. Вот с двух сторон. Пониже пенечки. А это ранетки. Слушав. Да. Какие ажанетки. Это один к десяти варили с сахаром. Это подвал знаменитый. Это все было скрыто под землей. Никаких подвалов, деревьев не было. А дальше там шурфы шли. Подземные тоннели копали. Подземная церковь как бы. Ну а сейчас по-другому. Вот так. Дождь попал. Что можно было? То сделали. Ох. Прибели шарик. Прибежал он. Вот это хвостомель. Везде написано, что идет видеозапись. Вот там рощи, где мы жерди брали. Это вот деревня, видать. Шалаш. Это вот огороженная яма. Огороженная яма для глины. Глину брать. Пусть я подойду к ней. Игорь Третьяков ее огородил. Вот она глубина какая. Ну сколько тут? Метра в пять, наверное, есть. После можно будет колодец сделать даже. Деревня видно. Октябрь. Вчера снег выпал. Все. А сегодня? Сегодня растаяли. Вот из умывальника все выкинули. Лед валяется. Сегодня утром снег был. Крещенка растаяла. То есть у нас есть надежда все это сделать. Что за нами лежит. Ну как сказать. Это дети столы маленькие стирают. Постирушки у них где. А это очень много. Лишние кусты тут вырубили. Никита вырубал. Сирень. Лайлак. Береза. Вот сколько берез у нас тут растет. Показать теперь. Видать. Довольно большие березы уже. Сантиметров 35-40 в диаметре. Еще шарик. Холодновато. Ну что. Ты любишь. Чтобы бегать отпускали тебя. Ох ты. Ну-ка. Вот он как. Ну-ка. Ай какой. Поползи. Поползи. Ой ползи 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 ползи. Вот он ползет как. Вот он как. Ой замечательный. Да какие команды он выполняет у нас. Маленькая собачка с большим сердцем. Но молодец. Молодец. Что-то дать надо. Пойду. Может найду кусочек. Обмакну молоко или сметанку. Дать ему надо. Так вот. Все к зиме. Таскливо конечно. Ну что. Все. Посмотрел только непонятно. А что виноград то так. Никогда же так не было. Землю это не заваливали. Заваливали. Каждый год. Да. Меня Виктор так научил. Ну ладно. А мы в городе этого не делаем. Просто пленкой. Доски пленки и все. Нет. Там еще пальтушками всякими укрывали мы. Ну а почему у вас здесь даже более защищено чем у нас. Ну не знаю. Снегу больше. И ничего. А не змеет он у вас там? Нет. Ну каждый же год выкапываем. Растет. Ну я не знаю что у вас перед кельями. Это теперь эту. Эту землю то назад будете. Она рыхлая. Я еще пришел дома сидеть-то там. Я дыму напустил в полную комнату. Да. Эти орехи-то которые были. Которая мульта завелась. Я ее промыл. Ну орехи там какой-то. Орехи земляные. Такие небольшие как бобы красные. Земляные орехи наверное. Откуда мульта летала? Она видимо их и ела. Вот я кипятком сегодня залил. Промыл на несколько раз. Потом холодной водой. А сейчас начал сушить. На плитке. А плитка то открытая спираль. Я гоняю ее по противню то. По листику. Ну и дыминок голоду поднял. У меня тут дымовая завеса. Я скорее собрался и пошел. Да. Руки то погреть у вас тут маленькие. Все. Уходить буду. Вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. 21 булка? Да. Да. Сами пекут. Лука есть. Буки нам дает раба боги Елена. И вот что отстается от детей. Уезжают. Стряпаем.